Ну, сейчас мы запишем с вами восьмой урок. Вот у нас восьмой урок. Ну, а есть еще вторая часть. Сейчас мы с вами разберем вторую часть урока. Lesson 8, part 2. Making questions in the present continuous tense. Это урок 8, часть 2. Образовывая вопросы в настоящем продолжительном времени. Questions in the present continuous tense. Вопросы в настоящем продолжительном времени. Глагол be идет на первом месте. Потом идет подлежащее. Потом идет главный глагол с индивидуом качанием. Глагол to be идет в круглых скобочках здесь. Потому что мы используем ту форму, которая нам необходима. Мы не используем глагол to be сам. Мы используем его формы. А их на самом деле семь. Две в прошлом времени, три в настоящем, две в будущем. Если кликаете сюда, вы можете послушать запись, аудиозапись. И хорошо будет, если вы будете все повторять. Все, что вы слышите. Это говорит носитель языка, чтобы вы повторяли за ним. Singular. Единственное число. Plural. Ножено. Am I learning? Я изучаю. Are you learning? Ты изучаешь. Ты изучаешь английский прямо сейчас? Student. Yes, I am. Да. Это краткий ответ называется. Обычно не говорят просто yes, а говорят yes. И потом добавляют еще I am. Звучит лучше, звучит более friendly, дружелюбно, когда мы вот так отвечаем. Am I teaching you English right now? Я обучаю тебя английскому прямо сейчас? Yes, you are. Да. Опять же, это краткий ответ. Мы его переведем. Да. Но здесь добавляется вот это вот еще. Вот такая небольшая часть. You are. Оно звучит хорошо. Оно звучит естественно. Говорю, если вы отвечаете просто, короткий ответ даете, очень короткий вопрос. No. Yes. Звучит, как будто бы вы злитесь или спешите куда-то и не хотите разговаривать. Да. Если вы отвечаете полный, даете ответ. Yes, you are teaching me English right now. Тоже звучит немножко странно. Иногда, если вы произносите с определенной интонацией, то может вообще казаться, что вы, может быть, angry. Злитесь очень. Question. Вопрос. Is he washing the window? Answer. Ответ. Yes, he is. Он моет окно? Да. Is she winking at you? Answer. Yes, she is. Она подмигивает тебе. Обратите внимание на это. Предлог, да. То есть предлоги не всегда соответствуют предлогам в русском языке. Мы говорили смеяться с кого-то, смеяться над кем-то, над чем-то это будет at. Подмигивать кому-то это тоже будет at. Yes, she is. Да. Question. Is it snowing? Идет снег. Answer. Yes, it is. Question. What are we doing? Это уже множество на число плурал. Что мы делаем? Answer. We are working together. Работаем вместе. Question. What are you doing? Что ты делаешь? We are putting oranges into a basket. Мы кладем апельсины в корзину. Вы же знаете, баскетбол, да, баскет, корзина, пол, мяч. Question. What are they doing? Что они делают? Answer. They are working. Они работают. What is she doing? Что она делает? She is holding, я бы сказал, an umbrella. Она держит зонтик. She is holding an umbrella. Okay. Holding. H-O-L-D. H-O-L-D. I-N-G. Не вижу здесь ответа. Значит, здесь у нас quiz будет перейти. И еще, что у нас новое появилось, да. You can also try this listening lab exercise. Учитель Пол предлагает попробовать вот это вот упражнение по listening, то есть по прослушиванию или аудированию. Listening lab. Лаборатория по прослушиванию. Ну, а здесь ссылочка уже перейти на следующий рок. Девятый. Давайте мы посмотрим, что же это за упражнение такое. The listening lab. Present continuous tense verbs. У нас есть аудио. И вот, кстати, здесь по ссылочке вы можете, наверное, больше еще увидеть упражнение. Я так понимаю, что здесь вот это упражнение по... Я не уверен, но, возможно, здесь идут упражнения по listening из-за того, что наушники здесь. А может быть, это просто обычные уроки. Directions. Указания или инструкции. Complete each sentence or question with the main verb in the present continuous tense. Нам нужно закончить каждое предложение или вопрос, используя главный глагол вот в этом времени, present continuous. И вы видите 10 предложений. Я так понимаю, что если вы крикните, вы будете слушать и дописывать. И вот ответы. Here they are. Do you want to see the answers? Хотите увидеть ответы? Here they are. Вот они. How are you feeling? Очень советую вам не смотреть на ответы, пока вы не сделаете вот это вот задание. Сделали это задание? Сейчас можете поставить меня на паузу, выполнить это задание и потом послушать, попробовать перевести то, что вы написали. И потом уже послушать меня, чтобы проверить, правильно ли вы все сделали. How are you feeling? Как ты себя чувствуешь? Is he going to the store? Он идет в магазин. My feet are killing me. Мои ноги, мои стопы убивают меня. Everyone is leaving now. Все уходят сейчас. Where are you living? Где ты живешь? Вот это вот слово leaving, уходить. И вот этот глагол leaving, это разные слова, они произносятся по-разному. Здесь долго и leaving. Leave это уходить. Leave me alone. Оставь меня одного. И leave это жить. I live in Belarus. Я живу в Беларуси, да? Leave. Leave, уезжать, уходить, покидать. Leave, жить. Очень разные слова. Произносятся по-разному. И обозначают очень разные вещи. Действия. This computer isn't working anymore. Этот компьютер не работает больше. Mark is fixing his car. Марк ремонтирует свою машину. The customer is filling her car with gas. Заказчик или клиент заправляет машину бензином. Потому что gas это американское слово gasoline. Это бензин. Как правило. Ну, газ, конечно же, используется еще значение газ. Но я думаю, что в большинстве случаев, когда вы увидите вот такое слово про машину, это будет про бензин. What is she making for breakfast? Что она готовит на завтрак? Предлог for. Для. Помните, да, что предлоги отличаются. Where are we waiting? Где мы ждем? Нужна ли вам помощь с настоящим продолжительным временем? Если так, кликните здесь. Интересно, что у нас здесь будет? Ага. Мы возвращаемся туда, где мы были.